Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается крайне сложной, но украинская армия продолжает держать оборону города. Противник не прекращает попыток оккупировать Бахмут, привлекает свои самые профессиональные подразделения. Не только вагнеровцев, но и спецназ, десантно-штурмовые отряды, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. При этом россияне несут значительные потери. О масштабах разрушений, ближних боях и дороге жизни к городу-крепости рассказали украинские пограничники. Это уже Бахмут, да? Да. Как проехали? Как проехали, так и проехали с божьей помощью. Ну очень сложно, сами видите, очень сложно, но ездим, то что надо, выполняем боевые задачи, ну а как? Сложно, конечно, тяжело. Попытки российских войск окружить Бахмут тщетны. Дорога сюда хоть и опасна, но контролируется украинскими военными. Ее называют дорогой жизни, по которой проходит эвакуация населения и доставка гуманитарной помощи. Бахмут под постоянным ударом больших калибров, рассказывают украинские защитники. Заявление ЧВК Вагнер про дефицит боеприпасов скорее ложь. Армия России, как и раньше, бьет по жилым домам. Когда мы идем по улицам города, Кананада постоянно сопровождает наше передвижение. Вы это сами слышите. Это прекрасно видно по жилым домам. Мы сейчас в квартале с пятиэтажками, и все они повреждены в результате артиллерийского огня. Потому какие прилеты, я вижу, насколько это хаотично. Они не жалеют ни снарядов, ни мин. Поэтому говорить... Говорить про какую-то... Отойдем отсюда. Упорядоченность тут сложно. По домам вы сами видите. Но, как оказывается, еще люди живут в ужасных условиях, но продолжают жить. В городе осталось меньше трех с половиной тысяч человек. Помочь эвакуироваться они просят только в крайнем случае, если ранены. Интенсивность боев в Бахмуте растет. Иногда противник находится на расстоянии нескольких метров, говорят пограничники, и объясняют, почему так происходит. Первая волна идет мясом. Мы их стараемся подпустить, чтобы поражение было максимальное. И уничтожаем. Или максимально, если они не подходят, мы свои огневые позиции не выдаем. Стоим до последнего. А потом, когда уже обнаружены позиции, или арта работает, или после арты уже идут те люди, которые уже умеют, знают. На этих кадрах украинские пограничники с помощью дрона-разведчика засекли пехоту противника в гараже. Там прячутся российские штурмовики. Силы обороны Украины сразу наводятся на цель. Надо понимать, зачем ты тут. Почему сюда пришел? Мы тут находимся не из-за того, что очень сильно ненавидим россиян, а потому что мы любим тех, кто за нашими спинами.